Удивительным образом история складывается каждый раз так, что когда до экранов добирается экранизация какого-то отечественного фэнтези, это всегда что-то несмотребельное, что-то довольно унылое, трэшовое или пугающее. При этом первоисточник, как правило, бывает достоин своих западных аналогов. Но вот то, что делают отечественные киноделы с этим первоисточником, выходит за рамки Женецкой конвенции, да и вообще периодически является военным преступлением. А вы на канале Грани Реальности, меня зовут Роман и сегодня я хочу поговорить об одной такой экранизации. Она называется Этерна, часть первая. И чтобы ее посмотреть, мне пришлось сделать далеко не один заход. Потому что уже с самого начала создатели начинают закидывать зрителя огромным количеством событий, имен, предысторий. Они рассказывают историю мира, показывают, кто с кем связан, стараются раскрыть огромный лор в течение трех минут. По истечению этого самого интро, которое якобы должно объяснить зрителю подоплеку всех происходящих событий, нас бросают прямиком на поле боя, где мы видим каких-то злодеев, каких-то героев, каких-то людей, которые до сих пор не стали нам знакомыми и понятными. Каждый из них что-то делает, происходит потасовка, которую можно было бы назвать потасовкой в деревенском клубе. Все сумбурно, все не особо впечатляет и на этом начинается. Мы снова видим персонажей, снова слышим их диалоги и получаем все новое и новое количество имен. Но не получаем никакой эмоциональной вовлеченности во весь этот процесс, так как персонажей мы не знаем, мы не знаем, какие они люди, почему они должны нам нравиться, почему они такие. Нам буквально не показывают и не рассказывают ничего об этих героях, которые взаимодействуют кадр. И именно это становится главной проблемой всей картины. Это и еще огромное количество сюжетных линий. Потому что даже беглого взгляда на этот фильм, а точнее на первую серию сериала хватает для того, чтобы понять, создатели явно целились в игру престолов. Но давайте вспомним, как начиналась игра престолов. Мы видели всего нескольких персонажей и постепенно серия за серией в течение всего первого сезона нас знакомили с героями. И я напомню, что первый сезон игры престолов шел 10 часов. Здесь же у нас всего час 20 хронометража, но за них на нас выкатывают огромное количество героев, огромное количество сюжетных веток и огромный пласт истории мира. Все это очень трудно вместить. 83 минуты, часть из которых еще и отъедят титры. И разумеется, у создателей не получилось. В этот момент надеешься на харизматичных актеров и классную актерскую игру. Но и тут что-то пошло не так, потому что по большей части актеры просто входят в кадр и просто произносят свои реплики без каких-либо эмоций. И от этого становится еще печальнее. Но ведь это же фэнтези. Может здесь есть классные красивые декорации, задники, вот это вот все. Да, это здесь есть. Красивая природа, пари моментов. В общем-то неплохо отрисованный компьютерный город и пара декораций. Вот только эти декорации, несмотря на то, что на кинопоиске, википедии, да и вообще во всех источниках, описываются как декорации-трансформеры, которые можно использовать самым разнообразным образом, на деле оказываются четырьмя с половиной задниками, которые чередуются в кадре. И если в относительно испанском городе все это еще выглядит более или менее свежо и интересно, то когда дело переносится в школу благородных парней, то начинает складываться ощущение дежавю, что этот зал где-то уже был. И если приглядеться, то можно понять, что этот зал играл роль таверны несколько минут назад. Так что скудность декораций буквально бросается в глаза. Но вот что действительно не вызывает нареканий, так это музыка и костюмы. Музыка отлично ложится на атмосферу происходящего, ну а костюмы? Костюмы действительно выглядят хорошо и передают дух той фэнтезийной эпохи 18-19 века, в рамках которой и происходит действие Этерны. То есть, получается, что все здесь беспросветно плохо и нет никакой надежды на положительные эмоции? С одной стороны, да. За сюжетом неинтересно следить, потому что он состоит из огрызков множества сюжетных веток. Персонажи неинтересные, потому что они не успевают раскрыться, да и отыграны. Они просто ужасны. Герои не запоминаются, визуальная часть подводят. И по итогу, вместо того, чтобы получить действительно что-то эпическое, сравнимое по масштабу, значимости и влиянию на Игру Престолов, мы получаем абсолютно проходниковый сериал, выполненный в духе сериалов с Россией 1. Вот этих вот псевдоисторических, где охотятся за любовью и маньяками в какой-нибудь сельской глубине. При этом, сюжет Этерна не заканчивается на том, что мы можем увидеть в рамках этого фильма. Потому что это только первый, можно сказать, пилотный эпизод сериала. И в дальнейшем, через год, создатели обещают выпустить продолжение. Хотя, качество данного пилота настолько низкое, что в продолжение даже и не верится. К сожалению, ведь потенциал у истории есть. И книжная серия довольно интересная, необычная и самобытная. К тому же, фэнтези в подобном сеттинге мы видим очень и очень редко. Но стоит ли тратить время на Этерну сейчас? Я бы сказал, что не стоит. Из-за множества недостатков, из-за множества косяков. И даже, несмотря на то, что здесь имеется хоть какой-то потенциал, фильм не заслуживает того, чтобы тратить ваше время. Ведь есть гораздо больше произведений в жанре фэнтези, которые сопоставимы по качеству, но хотя бы выглядят намного лучше. А на этом все. Не зацикливайтесь на одной грани. Лучше посмотрите их все.